Здравствуйте, Олег Владимирович! Здравствуйте! Мы продолжаем наши встречи с экспертами, и сегодня мы хотим поговорить не просто об одной из самых красивых достопримечательностей Иркутска, а о визитной карточке города, о здании бывшего русско-азиатского банка. Расскажите, пожалуйста, какова архитектурная ценность этого здания? Она неизмерима. Я считаю, что вот это здание, вот это место, вот этот узел самым уникальным, самым знаковым, самым достопримечательным. В общем-то, это и есть сердце в данном случае и Иркутска, и архитектуры Иркутской. И вот это здание, оно меня, конечно, я без него Иркутск не представляю, как и другие, наверное, в общем-то. Я по всем параметрам, по каким только можно, вот своим архитектурным, профессиональным, художественным и так далее, оно, наверное, лучшее в Иркутске. Вообще, как бы, вот по эстетическим, архитектурным и всем другим, и историческим, что самое интересное. Об этом можно рассказывать бесконечно. Олег Владимирович, скажите, пожалуйста, вот как Вы считаете, возможно и реально ли, в принципе, за два года отреставрировать данную достопримечательность? Кроме улыбки у меня это ничего не вызывает, потому что это здание было заложено в мае 1910 года и было построено за два года. Оно вступило в эксплуатацию уже в 1912-м. О чем мы говорим? О ремонте. На мой взгляд, было бы желание, умение и, ну, как бы воля, скажем так, и вот можно сделать и за месяц. Это любой строитель скажет. Олег Владимирович, скажите, вот чем жители города Иркутск могут помочь зданию русско-азиатского банка и другим достопримечательностям, которые нуждаются в реставрации? Вниманием своим, своей заботой и требованием к тем, кто за это отвечает. А такие люди, наверное, в городе есть, я думаю, если их нету, то значит тогда вообще полный крах. Вот я не думаю, что надо сейчас заниматься популярными какими-то сборами средств и так далее, и так далее. Мы живем все-таки при капитализме, и деньги – это вот прерогатива тех людей, которые закончили все эти университеты, прекрасно знают все схемы финансирования. Мы для этого их выбирали, в общем-то, туда во власти, в депутаты, и они должны решать эти вопросы. Люди могут только своим сердцем, душой, вниманием и постоянными требованиями, если проще говорить, люди должны требовать от тех, кого мы избрали, от тех, кто получает за это зарплаты, исполнять свои обязанности и свои профессиональные все заботы и дела.